Капремонт с особым цинизмом. Жители многоквартирного дома в Лыскове вот уже почти год живут со вскрытой крышей. Дело в том, что подрядчик еще в начале года сбежал, бросив недоделанные дома. Все зимние снегопады и весенние дожди шли прямо в квартирах. Сюжет об этом мы показали в начале сентября. Фонд капремонта тогда официально, вот бумага, пообещал начать работу на крыше. Прошло два месяца, работ не ведется, наоборот, заведенные материалы вывозят, а в квартирах все хуже. И вот уже на улице ноябрь, и у нас не так ничего и не сделали. По стенам течет, по потолку течет, везде все мокро. Все стены. Вот капельки даже сами текут, видите? Вот что творится у нас под обоями. Прям все живьем, видите, все живое отклеивается. Вон все вздулося, и вот эта вся черная плесень, и мы вот этим всем дышим. Мы видим, даже у нас ползут какие-то насекомые уже от этой плесени. Вот они, вот видите? Вот он ползет. Это уже откуда вот он на пятом этаже может появиться? С крыши. Что будет неизвестно вообще. Вода стоит, крыша не делается. Материала практически уже на крыше нет. В прошлый раз, когда снимали, было намного больше материала на крыше. Вместо того, чтобы ремонтировать и какие-то делать работы, чтобы нас не топило, материал, наоборот, убывает отсюда, его весь увозят, а работ никаких не происходит. Мы спрашивали, мы задавали вопросы парням, которые отсюда увозили материалы, рабочим. Почему у нас с крыши увозят весь этот материал? Потому что он сказал, это все уже негодное. Хотя привозили уже второй раз. Первый раз привезли, увезли в середине лета. Потом где-то в конце июля привезли заново другой весь новый материал, вот это все. И теперь он опять исчезает с крыши. А зима у нас не близко, зима уже настала. Зима, вот практически снег, да, лед, тут же тает от тепла, потому что с квартир идет все равно тепло. Происходит лед, вода, и тут же все начинает таять. И вот это все вместе со всей живностью течет к нам в квартиры. Смотрите, тут как раздолблено. Вы посмотрите, что тут творится. Тут дыры, открытые дыры, прям идут в комнату. И вот это все гнилое, вот это все, что тут сгнило и замерзло сейчас, они прикрыли просто целлофаном. Сначала начал течь вот отсюда. Видите, вот здесь все мокро, мокро, мокро. Диван мы, конечно, долегали, он тоже мокрый был. Ковер у меня весь промок, вон стоит в комнате. Стена, видите, какая вот эта все, вот эта вся палка, вот ковер, на которой видите, она уже догнивает. Дверь у меня уже вообще гнилая. Вот, спала из бумаги, стемю бумагу туда, видите, что там. Там кошмар. Там чернота, там плесень, там грибок уже. Я только плачу и думаю. Все ночи не сплю и думаю. Встану, не знаю, что делать. Хожу, вода капает на голову. Вот в таких условиях живем, в ужасных. И никому до нас нет дела, вообще никому. Смотрите, что творится. Никому до нас нет дела. Все разводят руками. Ищите, судитесь, с кем. Мы вам дадим телефон. С кем судиться? С телефоном, который они нам дают. С кем судиться? Если дальше ничего не сделать, придется съезжать, придется где-то жить. Или где нам жить, скажите, пожалуйста. Никто, никто ничего не предпринимает, никаких мер. В фонде капремонта, который, я напомню, еще в начале сентября обещал незамедлительно начать работы, опять обещают начать работы в ближайшие дни. Заключен договор цессии с фирмой «Лаура». «Лаура» выполнена 4 дома. 4 дома. Они сейчас готовы их к сдаче. Они сейчас, получая деньги, переходят на этот дом. Это где-то будет ближайшие, ну, около 10 дней закупать материал. То есть без кровли мы никого не оставим. Мы эту проблему знаем, работу ведем. По капиталу работает и дана информация прокуратуры и следственный комитет. Кстати, как сообщили в фонде капремонта, подрядная организация будет внесена в список недобросовестных подрядчиков и больше к выполнению работ по капремонту привлекаться не будет. Возмещать ущерб жителям должен будет этот недобросовестный подрядчик, но насколько затянутся судебные тяжбы, прогнозировать сложно.